Коренным северянам сохранить родной язык сегодня не так просто. Многие представители ненецкого народа обходятся русским языком. Это, к сожалению, диктует условия современной жизни. Но есть и те, кто старается сохранить свои традиции, культуру и фольклор. О них пойдет речь в материале моей коллеги. Эта мелодичная колыбельная 19-летняя Масни Вануйта несколько дней назад покорила жюри регионального конкурса исполнителей ненецких песен «Савасё» в Нарьянмаре. Первый блин не стал комом. За свой номер девушка получила диплом первой степени в номинации «Сольное исполнение современных ненецких песен». У меня было пять песен, но не все удалось исполнить, потому что выбрали только из пяти одну песню, которая понравилась больше всего им. О чем была песня эта? Эта песня была про девочку маленькую, ну колыбельную. Масни знакома с ненецкими песнями с детства. В ее семье народным фольклором владеет папа. Он и привил к нему любовь дочери. С 13 лет Масни занимается в Центре национальных культур села Ярселе в фольклорном объединении НГЭР. Годы усердных репетиций и большой работы принесли свои плоды в виде первого успеха. Правильно исполнять ненецкие песни не так уж просто, а здесь нужен особый подход. Слушатели могут понять, что ненецкие песни простые, у них простой мотив, но все же все равно что-то есть, это что-то необъяснимое. Объяснимое, то есть там тоже своя манера пения, то есть в русских народных песнях фольклорных тоже есть своя манера, то есть сохранение традиции той или иной местности, так же и в ненецких песнях есть своя манера, свой характер, акцент даже, так сказать. Яптани Неруй больше пяти лет работает в Версалинском центре национальных культур. Девушка продолжает дело своего отца, известного в Ямальском районе композитора и педагога Андрея Неруй, обучая детей ненецкому фольклору. Яптани не все равно, что станет с ее родным языком и народом. Сохранить культурное наследие ненцев уже много лет пытается и потомок шамана Тако Яптик. Исполнением ненецкого фольклора он увлекся еще будучи школьником, этому его обучил дядя. Уже тогда маленький Тако задумывался, как рождаются яропцы и сюдбовцы. Через какое-то время он понял, ненцам нельзя забывать родной язык, иначе исчезнет огромный пласт уникальной культуры. Теперь Тако Ярович не только исполнитель, но и эксперт. Его пригласили в состав судей на региональный конкурс «Сава-Сё». Есть такие люди у нас в поселке, которые должны продолжать свое большое дело. Не дать детям забыть свой родной язык, учить их песням и фольклору. Благодаря их работе ненецкий язык будет жить. Праздник ненецкой культуры «Сава-Сё» в переводе на русский «Дивная мелодия» проходит в ненецком автономном округе один раз в два года. Ямальские исполнители не оставляют этот конкурс без внимания, ведь им есть чем поделиться самобытным ненецким фольклором и своим желанием передавать бесценные знания. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Ямальское телевидение, Ярселе.